Добро пожаловать в наш канал! Конечно я могу больше всех, поэтому я с самого начала себя попыталась поддерживать вот такими вот бумажками, которые может быть не только мне к концу урока достанутся. Кому нравится? Спасибо. А сейчас работаем мы с вами всегда в тех же тетрадях. У нас нет письменного домашнего задания. Открываем эти тетради, записываем 26 тетрадях. И останавливаемся. Пишем только число. Так, записали число? Остановитесь, пожалуйста. Что необычного у нас с вами в записи темы? Так, Вероника, пожалуйста. Пропущено слово, значит мы должны сами узнать, ничего себе. Так, пропущено слово. Мы должны что-то додумать. Так, читаем пока хором то, что записано. Три, четыре. День причастия как? Остановились. Так, ответьте, пожалуйста. Совсем неправильно. Какой была наша огромная предыдущая тема? Какой? Причастие. Причастие. Так, кто помнит? Когда мы только начинали с вами изучать причастие, какие чувства испытывали на первом уроке по причастию, еще ничего не зная о нем? Очень страшное, неожиданное слово. Страшно, спасибо. Еще. В такую неизвестность вступаешь. В неизвестность подобную чему? Сравните с чем-нибудь. Как в ежике в тумане. Мы как в ежике в тумане. Еще. Вероника. Растерянность. Растерянность. Вот как только сказали, вот этот страх и неизвестность, мне один образ сразу же на ум пришел, неужели, кроме ежика в тумане, никто не подумал о таком же образе, как я. Слухаешь, как в темную комнату. Вот. Темная комната. Мне еще кажется, что причастие это как бы река, мне много камней. Так. Это тебе до сих пор так кажется? Нет. Или в тот момент так казалось? В тот момент. Вот спасибо за эти эмоции. Теперь ответим. После того, как мы с вами с причастием закончили почти работу, у вас такое же ощущение от причастия, оно по-прежнему в темной комнате. Мы по-прежнему ежики в тумане, мы по-прежнему в пропасть валим. Женя. Ну вот когда разберешься поглубле, то уже кажется, что ты не в темной комнате. Так. Я прошу сейчас прямо определитесь. Как можно короче только. Скажите, теперь для вас что представляет собой причастие? Настя. Мне кажется, как обычное слово. Спасибо. Краткие определения. Обычное слово. Серегистеринтюбное, обидно-серое. Потому что люди все-таки бывают периодически, оно поварно. Ага. Но слово все-таки знакомое. Ёжик в тумане уже почти без тумана. Ну да. Пожалуйста. Для тебя. Теперь для меня участие. Это как обычная часть речи. Какая степень. Хорошо. Обычная часть речи. Обычное слово. Отталкиваемся от этого. Ксюша. Но она очень нужна. И мы очень не знаем вот это. Нужная. Сравните. Нужная как что? Пожалуйста, Вероника. Она как бы описывает. Так. Нужная. И от речи. Для речи. Нужная как часть речи. Нужная как часть речи. Нужная как часть речи. Теперь последний вопрос про причастие. Что нам помогло его сделать вот таким уже ближнимым? Близким, понятным ёжиком. Без тумана. Прошу. Составление схем. Составление схем. Спасибо. Еще. Куча правил. Так. Куча правил. Исключений. Слово куча просто великолепно. Я тут же вообразила почему-то муравейника. В которой вот муравьи натаскали много всего. У тебя там неразбериха? Так. 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 Или. Ага. Порядочные муравьи. Так. Мои разъяснения помогли. Господи. Ребята. Хорошо. Оттолкнемся от того, что вы сказали. Вот наши схемы еще здесь остались. Да? Ну-ка поднимите руку просто. Кому сейчас причастие не кажется далеким, не кажется страшным, не кажется бедной, а кажется может быть вот чем-то уже таким легким, близким, более понятным мне. Да? Так. Спасибо. Опустите руки. А вот теперь я прошу вас попытаться отнестись к деепричастию так, как будто мы его уже знаем. Мы прошли все уже этапы так же, как с причастием. Тогда деепричастие для нас это как что? Максим? Деепричастие как иголка в стоге сена. Так. Уже все прошли. Как может быть иголка рядом с магнитом? У тебя все равно иголка в стоге сена. Так. Настя для тебя. Деепричастие как часть речи. Все. Умничка. Знаю деепричастие как часть речи в ряду с причастием. Для тебя, Женя. Ну, не причастие, а как гость, потому что мы впервые встретились. Спасибо. Гости добрые или злые? Средние. Как добрые. Хорошо. Или знакомец. Как знакомец. Так. Знакомец или незнакомец? Незнакомец. Незнакомец. Так не можем вообразить, что прошло много времени, и мы знаем его. Хорошо. Пусть как незнакомец пока. Катя. Что касается Женина гость, он все-таки коварный. Коварный все-таки гость. Вот в связи с этим коварством, позвольте я свое тоже предположение выскажу. Так. Есть такое ироничное выражение. Что это за фрукт такой? Что он означает, ребята? Вероника, пожалуйста. Что это из себя представляет? Что это из себя представляет? Вот лично я, когда записывала вот это, себе задавала такой вопрос. Что это за фрукт деепричастия? Так скажите, пожалуйста, что мы с вами выберем сейчас в тему? Что будем анализировать? Деепричастие как что? Или как кого? Аня, твои предложения. Деепричастие как часть речи. Пожалуйста, не причастие, а противоположность причастия. Так. А откуда ты знаешь, что это противоположность? А может быть, это какой-то ступик причастия? Еще бы я, на самом деле, хотела представиться, потому что деепричастие. Потому что деепричастие, ты думаешь, это прекрасно. Так. Еще предложение есть? Деепричастие как что, Вероника? Как что-то неизвестное. Деепричастие как родственник. Деепричастие как друг. Так. Будьте добры. Выберите каждый свой вариант. Я запишу два варианта. Свой и Настя. Свой запишу сразу же в виде вопроса. Так. Кто выяснил? Почему я выбрала два варианта? Что каждый из них означает? Максим, пожалуйста. Причем понять, каким способом. Каким? Экспериментами. Экспериментами, скажи, житейскими или все-таки научными? Научными. Научными. Так. А вторая версия моя, что означает, Вероника? Экспериментами. Значит, повседневная речь будет искать. Может быть, вообще через повседневные наши какие-то понятия нам легче будет понять, что это за фронт. Так. А теперь, Кима очень хорошо включится. Так. Как-то еще бы ни разу не назвал свой любимый предмет. И неужели ему не хочется деепричастия с этим любимым предметом сопоставить? Нет? Так. Это поразительно сегодня. Так. Другой вопрос. Ответьте. Любые фрукты, любых гостей, любые темные комнаты и точно так же части речи на основании чего мы с вами можем охарактеризовать, отличить от других. То есть какие еще нас проблемы будут волновать? Максим, пожалуйста. Вероника? Где используется? Что означает? Что означает? Важный вопрос, ребята. Да. Да. Ким еще? По каким признакам можно отличить от других частей речи? Умничка. Какие части, какие признаки у него есть? Еще. Зачем оно нужно? Для чего используется? Другими словами мы уже спрашивали. Аня, еще. Схожи людей, причастие стрельбы. Обозначаем кратко. Лиза, как обозначаем? Какой. Одной бутылкой д, но какой? Заглавный. Так же, как мы с вами условились обозначать причастие. Так. Достаточно нам пока этих вопросов? Да. Да. Давайте на этом хотя бы пока остановимся. Так. А вот теперь. Так. Предлагаю вам эксперимент, раз уж Максим говорил об экспериментах. Эксперимент на нашу интуицию. Есть ли идеи причастия, о котором мы пока совершенно ничего не знаем? В одном предложении. Снова экспериментировать? Да. Вот Максим уверен, что есть. Посмотрим, что он объяснит. Пишем вместе со мной следующее предложение. Только с моими любимыми героями сегодня работаем. Сейчас, я думаю, вы сразу же этого героя узнаете. Солнце, которое поднялось, весело светило и совсем не глядело на... Какого? Продолжите. На Буратино, еще версии. На Педвежон. На Педвежон, как окохо. На Ленипохо, конечно. Пишем. Солнце. Которое поднялось. Ребята, вахрусы у вас есть. С доски я их стираю. Будете мне потом про них напоминать. Весело светило и совсем не глядело на ухо. Так, первый вопрос. Все ли верно на доске? Только руки не забывай поднимать. И, Максим, пожалуйста, не качайте. Так, вот этот ряд очень хорошо видит. Ошибки Коли Бирюкова, который так здесь предстает в образе Галины Александровны. Так, Ким видит. Прошу. Первая ошибка – это гли-дело. Ага. А нужно как? Глядело. А почему это глядело должно быть? От слова взгляд. Так, скажи, с каким видом орфограммы мы здесь работали? Проверяемое властное в корне. Корень какой? Глянт. Глянт. Поднимите руки, кто не забыл. Выделить. Удаление. Ага. Корни. Подчеркнуть. Безутарное властное. Угу. Где еще видим ошибки? Так, Женя, пожалуйста. Я вижу ошибку в слове светило. Угу. Секунду. Кто еще увидел эту ошибку? Отлично. Называй. Ошибка в окончании. Что должно быть? Должно быть окончание звуковой О. Потому что солнце ОНО что делало? Солнце светило. Больше ошибок нет? Вероника? Я думаю, есть пунктационные ошибки. Пунктационные ошибки. Ребята, сейчас не анализирую. Будьте добры, спешите пока те знаки препинания, которые я сделала без ошибок. Солнце, которое поднялось, весело светило и совсем не глядело на пол. Так, что на месте вопроса? Слитное или раздельное? Я прошу. Раздельное, так как не с глагола напишется. Согласны? Так, это не с глагола, пишем раздельное. Так, а теперь, есть ли здесь делепричастие? Я прошу хотя бы 10 секунд подумать, потому что ответ должен быть аргументирован. Те, кто уйдет поздно, приготовьтесь объяснять, как вы пришли к этому. Ну, пожалуйста. Вероника? Я думаю, что здесь нет печасти. Потому что? Я так рассуждала, я посмотрела, я подограла слова, которые я отвечала на вопрос, что делать. Я думаю, депричастие, что-то с этим связано. Так. Потому что я его депричала. Секунду. Ты предполагать стала, прости, я правильно поняла? Ты стала предполагать уже, как, на какой вопрос возможно отвечать депричастие. И такого слова с возможным таким вопросом не нашла. Да нет, просто даже если подбрать глагол, что сделать, то есть, что делать, что делать, то только глагола окажется. А такой новой депричи здесь нет. Вот это уже другая версия, она мне больше нравится, ребята. Получается, что ты просто по всем словам что делала? Вопросы задала. Катя, твоя версия? Я согласна с Вероникой, что здесь нет депричастия. Я задавала вопросы ко всем словам. Депричастия тоже много числений, но вероятно, если у вас вопрос тоже будет какой-то другой, а тут никаких вопросов не стоит. Так. Есть что-то новое, Полина? Я подняла частью речи, условно. Каким способом? Успросила, просто и никакого... И я у всех ничего нового не нашла. Правильно я думала? Да? Ну-ка, быстренько очень. Называем частью речи хором. Три, четыре. Ученцы. Которые? Союз, конечно, который вот так обладает. Поднялось. Лагол. Лагол. Весело. Речи. Светило. Лагол. Союз. Совсем. Речи. Молодцы. Частица. Частица. Глядела. Лагол. И? Так. Существительная. Существительная. Так есть у нас, Илья, новые части речи хором? Нет. Ребята, это было обманное, конечно, предложение. Вы помните, я вас люблю обманывать. Нету в Винни-Пухе такого предложения. Я его переделала специально. А теперь реальное предложение. Из Винни-Пуха. То есть из сказки Алана Мирна, переведенной Захадыра. Так. Прошу приглядеться к этому предложению следующим образом. Я читаю ее вслух. А вас прошу выловить только те слова, которые оказались здесь новыми по сравнению с нашей обманкой. Так. Читаю. Слушаем. Поднявшееся солнце весело светило, совсем не глядя на Пуха. Так. Пальчиками покажите, сколько новых слов по сравнению с прежним предложением у Лагиев. Второй ряд ждем еще. Никита, не видишь новое слово совсем? Витя, види. Ага. Так. Илья еще не увидел? Второе не увидел. Но увидишь, что ребята видят два слова. Так. Первое новое слово. Кирик. Поднявшееся. Секунду. Кто тоже увидит? Второе новое слово. Кирик. Увидя. Только ударение с земной. Глядя. Совершенно верно. Там. А что это за слова? Выпишите кое-какие. Выписываем их. Так. Вот у нас плоховато видно, к сожалению. Ребята. Выписываем. Поднявшееся. В столбик. В столбик. И глядя. Что мы с вами можем сказать про эти части речи? Так. Максим, прошу. Поднявшееся. Это причастие. Сколько отвечает на вопрос какой? И что делаешь? Согласны, ребята? Еще имеется пик с ДШ. Вот так. Еще. Выделили супер с ДШ. Подписали это причастие, отвечающее на вопрос какой? Ким, что еще? Я простого глядя. А что ты можешь про него сказать? Прошу. Слогого глядя. Это что-то похожее на причастие, но это не причастие. Нет. А чем похожее на причастие? Говори. Потому что там есть и прилагательное глагол глядя. Так. Секунду. Смешались куча-коне люди. Похожее сначала было на прилагательное, потом там есть глагол. Давайте уточним мысли. Подожди, Полина, не перебивай. Итак, кто еще видит что-то, на что похоже вот это слово глядя? Ксюша. Мне кажется, это что-то с междуглаголом нечем. Так. А почему тебе так кажется? Какая у него связь с глаголом? Потому что обозначает как бы действие, но глядя как бы что-то такое. Кто-то глядит? Ребята, кто-то глядит здесь? Да. Ну, у нас не глядит, правда, солнце на опуха. Но, тем не менее, с действием это связано. Глядя, если согласны, почувствовали здесь действие. Так, секунду, давайте покажем, как мы это почувствовали. Глядя, от чего образовано, Полина? От глядит. От глядит. То есть, от чего? От глагола. От глагола. Так, еще, пожалуйста. Я понимаю, что, допустим, причастие, оно было образовано глаголой прилагательным, и у него вопрос был, как можно было прилагательным, то есть, какой. А у глядя, это образовано от глагола на вопрос на речи, как глядя. Вопрос только, вот я очень хочу, ребят, чтобы у нас все было еще и строго научно. Откуда мы вопрос с вами свалили? Вопрос задайте. Предложение. Вероника, как? А почему я сейчас... Максим, по-моему, разветила, как не глядя. Вот, светила, как не глядя. Давайте допишем это. У нас с одной стороны это слово образовано от глагола, с другой стороны... Так, я увидела две группы, готовы. Три. Все, внимание, тишина. Прекратили обсуждение, переходим к представлению работы группы. А теперь, внимание, решение. Выступаем не в порядке готовности, а по номерам группы. Нам нужны ответы именно в этом порядке. Первая группа с цифрой 1. Прошу, выступаем. Прошу, выступаем. Если надо, дополняем. Надо осенью и залить семена. Вопрос оторвите. Оторвите вопрос тишины. Читайте спокойно. Ребята, секунду убирайте, ждем тишины. Так, вот эта группа. Внимание сюда. Катя, скорей. Катя, скорей. Так, все, прошу. От чего образованы эти детки? Дея причастия прыгая образована от глагола прыгать. Дея причастия бега образована от глагола бегать. Дея причастия увидев образована от глагола увидеть. Дея причастия приблизив образована от глагола приблизить. Почему они разделены на две группы? Во-первых, они разделены на две группы, потому что у первой группы беременно-настреляющих, а у второй группы беременно-прошедших. И еще у первой группы несовершенного вида два слова, а у второй несовершенного. Ребята, согласны? Вы убедились в этом? Да? Спасибо. Присядьте, пожалуйста. А теперь очень кратко, в самом кратком пути, результат работы этой группы, давайте зафиксируем в тетради, группа поставила нас в известность о том, что все эти две причастия, глазки сюда и потише, ребята, все две причастия образованы от чего? От главы. Хотя успеваем делать записи в тетради и максимально. В своей тетради успеваем делать записи по результатам работы с другой группой. Зафиксировали это. А теперь еще, ребята, сделаем акцент вот на чем. Раз две причастия образованы от глагола, то ребята увидели в них признаки глагола. Какие? Кто помнит? Кроме той группы, которая выступала. Или пошел? Вид. Вид. И еще что? Время. Время. Все. Вторая группа, пожалуйста. Витя, вы молодцы. Теперь слушаем другую руку. Так, можно было и на центральную доску прикрепить. Ну, пожалуйста, как вам и было? Слушаем. Что общего? В составе слов каждой группы людей причастия? Угу. Групп мы видим, ребята, пальчиками покажите, сколько групп видите. Они цветом выделены. зеленые. Ага. Четыре группы. Четыре даже, да? Вторую группа, видно, зеленый путь. А вообще-то четыре группы. Слушаем. Итак, что в составе слов этих разных групп? Прошу. В составе группы. Первой группы, наверное, да? Судекс А. Прошу, выделите прямо там. Угу. Второй группы. Судекс А. Прошу. Возможно. Хорошо. Это ваша версия. Угу. Дальше. Также эти две группы, а в том, что это все образованные глаголы, но от состава. Пожалуйста, не уходите от состава. Только в составе. Что еще в каждой группе видим? Так, можно следующий? Конечно. Увидим. Ну, я так полагаю, что В это суффикс, либо Е в каждой группе. Обозначьте то, что вы видите. Суффикс В в каждой группе. Угу. И следующая группа просто СЯ, ИЗИ и ИЗИ. Ага. Ага. Так. Все у вас? Да. Присядьте, пожалуйста. Так. Присядьте, прошу. Ребята, давайте кое-что обсудим. Вопрос. У нас уже были у известного нам причастия какие-то совершенно своеобразные суффиксы. Такие, каким больше ни у кого нет. Полина, было такое? У причастия были своеобразные особенные суффиксы? Да. Да. Мы можем предположить, что и у Деи причастия, Никита, такое возможно? Да. Ну-ка, посмотрите, какие вы видите среди выделенных ребятами действительно особенные суффиксы, с которыми мы раньше ни у какой части речи не сталкивались. Максим? Суффиксы, а я. А я. Ребята, вот здесь суффикс Я, конечно, в конце. А не окончание. Мы уже с вами сказали, что на наречия наши слова похожи, значит, у них окончание не могут быть вообще. Нет. Я это суффикс, поэтому я прямо вот здесь ваше усмотрение буду изменять. Это суффикс, это суффикс, это суффикс, это суффикс, это суффикс. Я согласна. К последней группе обратимся. Поствиксы, это особенная какая-то вещь для нашего фрукта Деи причастия? Нет. А что видим перед ним? Максим, прошу. С ним. Так, версии другие нет? Других нет? Есть. Вот какие-то. Ваши. Какие-то. Я говорю, ребята, простите, страшное слово. Позорный суффикс вши. А теперь давайте-ка запишем. Как легко вообще нужно запомнить эти особенные суффиксы, исходя из позорного слова. Мы говорим, что нету суффиксов вши. Не было где, в какой части, Ильич. Но вы говорили вообще. Да, поэтому я тебе и говорила, Максим, раньше. Вши. Вши. Который может быть частью этого суффикса. Что получилось, если прочитать суффиксы в таком порядке? Восемь, три, четыре. Вши. 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 Вот и прекрасно. Следующая группа, пожалуйста. Третья группа, прошу. Можно? Можно. На центральную доску, пожалуйста. Что показывает сравнение этих столбиков словосочетаний? В первом столбике две части. Давайте прочитаем вслух все. Первый столбик. Жить любя, шагать крича, сеть за берег. Второй столбик. Жить радостно, шагать шумно, сеть тихо. В сравнении этих столбиков показало нам что? Первое. Определить, что перед нами две причастия, очень сложно, так как оно больше похоже на наречие. Я считаю, что наречие от две причастия можно отличить по вопросу. Так как в первом столбике две причастия, то можно задать вопросы. Жить, что делая? Любя, шагать, что делая? Крича, сесть, что сделав? Замерел. Спасибо. Я еще увидел, что для тебя радостно, крича, что мне не дали в тихо, это струнно. Амиссия. И это опять подсказывает нам, что наши две причастия очень легко спута с чем? С наличием. С наличием. Спасибо большое. Группа, затронки и награды. Как мы это кратко с вами запишем, ребята? Деи причастия и наречия. Каким знакам соединить? Противоположные. Ксюша. Как стрелочки, где иди, и сейчас мы с вами речь, как немного всякая фиба. Так, еще версии есть? Аня. Может быть, одно. Может быть, они почти равны. Мы знаем, вот приблизительно, о чем? Приблизительно равны. Да? Да. Они очень похожи. Еще. Вторая печалька, стрелка к обоим. И? Что он покажет? Стрелка к обоим. Что, нет, что друг другу стрелка. Взаимную стрелку. Так, хорошо. Давайте вот так. Они похожи, да? Они связаны друг с другом. Так, позже будем снять еще какие-то тонкости. Четвертая группа, прошу. Давайте на центральной. Вот, видите, все-таки. Так, вот, попробуй, поработая со своими словосочетаниями. Пожалуйста. Что вообще вопрос приема этих словосочетаний? Обратите внимание. По зависимому делу причастия. Ни в каком словосочетании это не было нарушено. Всегда главное слово глагол, а зависимое делу причастия. Всегда? Покажите, пожалуйста, слово хоть одним вопросом. Пожалуйста, от главного слова зависимого. Кирилл, помогай. Например, сесть как замерел. Согласны, ребята? Да. Спасибо, Топа. Присядьте. Зафиксируем кратко опять. Или я не дала что-то сказать? Нет, там... Ой, простите, еще вопрос, пожалуйста. Какова техной девочечность? Какова? Именно в словосочетаниях. Какую роль играют эти дейпричастия? Дейпричастия играют в словосочетания, роль, как ваша группа высказала, дополнение. Здравствуйте. Ну как, у меня есть дополнение... Ребятки, помогите. Роль чего играет, Настя? Просто сказали, что... Ой, вопрос сказали. Совсем мы спутались. По вина. Роль зависимого слова. А если уж говорить про предложения, раз вопрос как, то они чем были бы? Дополнение. Обстоятельства. Ай-яй-яй-яй. Обстоятельства, конечно, раз вопрос как. Так, ребят, мы задерживаемся на 3 минуты, с вашего позволения. Хорошо? Да. Спасибо. Кратко обозначает то, что мы сейчас будем. У нас всегда есть главное слово, глагол. И от него зависит идея причастия, отвечающая в таких сочетаниях на вопрос как, и которое у нас будет все-таки чем. Стоятельства. Так, а теперь, пятая группа. Прошу, участвовать. Что общего в настроении этих слов сочетаний? Что здесь вообще, то, что здесь главные слова, я, 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 я. То есть? День причастия. И от них образуются существительные. Так. А от них зависит, заверная, по темскому, кем. Существительные. Так, ребятки, есть еще что-то у вас? Прошу. Какова в них роль дель причастия? Ну, дель причастия имеет главную роль, поэтому надо сказать зависимое. К зависимому слову, к зависимому слову. Очень четкий. Все понятно, ребятки? Присядьте, пожалуйста. Смотрите. У нас дель причастия были зависимыми, а могут быть какими еще? Главными. Пишем. Дель причастия может быть главным словом, и от него будет зависеть тогда что? Существительное. Последняя группа, прошу. Какое слово? В первом столбике... Прочитайте, сказали. В первом столбике. Заглоравшись. Заглоравшись. Промывшись. Мы думаем, что это первое слово, это единственное слово в прошедшем времени. Второй столбик. Молча, тихо, тихо. Мы думаем, что треяльность слова лишняя, но так как это дель причастия, отвечающая на проскап и что дело, а остальные наречия, потому что они отвечают на проскап. Ребята, я согласна со вторым столбиком, а вот по поводу первого столбика, мне кажется, что задумавшись уже, задумавшись уже и унувшись уже, а не все в прошедшем времени. А вот что-то другое их развлечает. Задумавшись уже и унувшись уже. Вероника видит, задумавшись, отвечает на какой вопрос? На какой. Какой? А задумавшись? На вопрос как? А умывшись уже. Какой? Какой здесь оказалась лишняя? Задумавшись. Давайте скажем вместе. У нас было два слова лишних. Ага, две версии. Да? Ответьте. Все-таки для нас самая главная версия, когда мы ищем лишнее, это версия, связанная с чем? С частью речи и с вопросом. Все. Спасибо. Так, что мы сейчас будем? На какой главный вопрос отвечают дели причастия? Так, Ксюша, кто-то может? На вопрос как? Еще. Делая, что делавшись. Так, дополнительный, глагольный вопрос. Что делавши, что сделавши, что делающи? Ой, ой, что делается Вероника? Мы какие вопросы сейчас задавали? Причастия. А вот что делая, что сделав, это, конечно, вопросы тебе причастия. Она думала, что делавши. Что делавши. Да, спасибо за уточнение. Значит, это я уже не слышала. Все. Так, а теперь. Так. Давайте попробуем очень же обобщить то, что мы сейчас с вами поняли. Справочники открываем. Что мы вместе можем сказать дели про дел причастия? Смотрите, ребята, что я делаю. Домик. Домик. Домик для детей причастия. Огромная буковка Д, а теперь она на полстраницы. С чем она у нас связана? С чем она у нас связана? Что мы бесспорно поняли? Ее двойственность. Вероника, пожалуйста. Что это? Домик. 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 Согласны, ребята? Я. Я. Все. Домик. 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 Мы сами создавали, но сами ее понимали, поэтому она нам, конечно, понятнее. Замечательно. Максим, еще прикажешь, то, что лучше первая схема, чтобы она более полная. Ты права цвета? Так, у нас будут еще уроки, чтобы нашу схему дополнить. Вы спрашиваете про то, которое сейчас есть? Так, пускай. Так. Еще версии есть, Лиза, что хотела сказать? То же самое. То же самое, что Максима, или что Полина, или что Настя? Что Настя. Мы сами создавали свет. Так, поднимите. Так, теперь. Ну уж совсем, для краткого подведения итогов, не успела поделиться с вами вот этим вот. Ответьте, как вы думаете, что вот это все значит? Самостоятельно. Хорошо. Понятно или непонятно? Хорошо. Так. В каком мы состоянии сейчас, после того, как только начали знакомство с Дей Причастия? Максим. Рыжая. Это значит? Хорошая, солнечная, ясная. Так, Ксюша. Ну да, все. Ну да, все. Я. Пока еще не очень понятно. Еще не очень близкий герой для нас. Что уже, как понял, что это, но есть еще какая-то таинственность. Так, слава богу. За один урок мы не все будем. И тайны еще будем дальше открывать. Настя. Ну да. Ну да. Ну да, потому что новую тему Дей Причастия. Дей Причастия. Я не могу в вопросе работать. Каким-то человек между Дей Причастием, оно не какое-то... Хотя в Вашей группе Вы как рассказали, что поняли, что очень трудно отличать от чего? От наречия. От наречия. Дальше будем работать на следующем уроке. Всем спасибо Вашим. Собираем вас. Будьте добры, у вас тут же вспомните. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok